Про Яну Корнилову я увидела подкасты в ВК в «Изнанке просветления». Это было два года назад, я стала слушать подкасты Яны Корниловой, мне очень это понравилось, очень срезонировало, и буквально вот эти все два года я их с удовольствием слушала, все темы как будто были все про меня. Что срезонировало именно в трансляции Яны? Ну, безусловно, ее искренность, безусловно, ее какое-то совершенно другое видение всего происходящего, и это так было тепло, как-то прям по-родному, и что каждый раз ждала с удовольствием новый подкаст. Меня прежде всего поразила совершенно необычная, неординарная поступка. Конечно, она говорит о таких вещах, которые нигде, нигде, никогда я раньше не слышала. Хотя читала огромное количество эзотерических книг, огромное количество известных авторов, и поэтому, когда я слушала подкасты Яны, они были настолько моими, что возникло желание обязательно как-то подключиться. На Яне это направление, которое она сейчас транслирует, это наблюдение, это месячный такой марафон своего рода, который огромное количество изменений во мне принес. Сначала меня пригласили на вебинар. Это был вебинар закрытый, которым были определенное количество участников, и Яна, как проводник, она начала этот вебинар, она рассказывала такие фундаментальные вещи, которые тоже нигде не прочитая. И участники рассказывали свои истории, которые тоже немножко в чем-то показались мне настолько знакомыми, такие какие-то участники очень позитивные, интересные, совершенно с другим взглядом каким-то на происходящую действительность на эту матрицу всего. И поэтому этот вебинар мне очень запомнился. И захотелось дальше принять участие в интенсиве. Хочу сказать огромное большое спасибо Яне за то, что она почувствовала меня на вебинаре. Но факт то, что я попала на интенсив к Яне Корниловой. Что такое интенсив? Интенсив — это месяц ежедневного общения с Яной Корниловой путем записи сообщений. Это напряженная работа над собой, это такие прям ноги духа надо включить, чтобы постоянно быть в наблюдении. И каждый день ежедневно записывать свой отчет, который позволяет установить взаимоотношения с Яной. Который Яна очень внимательно слушает твои отчеты и посылает обратным сообщением все, что ей срезонировало. А чувствительность у нее высочайшего уровня. Она слышит по голосу все изменения, которые произошли со мной за этот день. Дает такие ценные рекомендации, которые, как я уже сказала, нигде раньше я не слышала. И никто другой этого дать не может. Несколько раз Яна звонила мне. Это случается в ситуации, когда она сама, наверное, чувствует, что мне нужна помощь, мне нужна какая-то поддержка, мне нужно ее личное водительство. И вот эти созвоны, они вообще что-то уникальное. Потому что Яна, она вводит тебя в такое состояние, в которое ты сам себя ввести не можешь. То есть она задает вопросы, которые ты тоже сам себе задать никогда не мог все свои предыдущие десятилетия жизни. Она вводит в себя состояние какого-то моделирования с самим собой. Она поднимает такие моменты, что как будто вот это такое взаимодействие, которое никогда не было у тебя раньше. И вот Яна тебя к этому привела. Ну, хочется сказать, что звонки Яны, они настолько сердечные, они настолько доброжелательные и настолько положительно влияющие на тебя, что, не знаю, когда она звонит, я после этого долго еще обсуждаю, сама с собой записываю, безусловно, все, что она мне сказала, очень ценного и важного для меня. И вот эта каждая минута этого общения, это что-то очень сакральное для меня. Два года назад, когда я услышала в ВК подкасты «Я» на изнанке просветления, со мной происходили разные жизненные ситуации, которые случаются не каждый день. И вот благодаря Яниным подкастам, в подкастах обсуждением каких-то тем вместе с Романом, я благодаря вот этим беседам, наверное, вывела себя из самого тяжелого состояния в жизни, которое у меня бывало. Потому что они помогли мне преодолеть мою какую-то удрученность, нежелание даже какого-то существования, обиды какой-то на все, что произошло в моей жизни. И вот эти подкасты именно помогли мне вырасти, измениться, почувствовать снова, что я есть у себя. И когда я вот сейчас пришла на интенсив, то произошли еще значительные изменения во мне. Теперь я обладаю не только вот этим тоннельным видением, но и видением себя со стороны. Конечно, я еще на пути к этому состоянию, потому что иногда я проваливаюсь в состоянии снова без наблюдения. Но я просто уже почувствовала, что такое быть в наблюдении со стороны, а когда это почувствуешь, то многое меняется в твоей жизни. Ничего подобного, конечно, я раньше не встречала, вот хочу сказать, с этого. Все, что я прочитала до этого, и сколько огромное количество книг переслушано и перечитано, все, что я прочитала, никогда раньше не работало. Потому что все откладывалось в голове, муссировалось, но практической реализации не получалось. Даже когда я слушала подкасты, я тоже пыталась, думаю, ну я же не глупая, я смогу это все сама, потому что я все это могу применять. И вот, к сожалению, даже просто слушая подкасты, это воспринималось как очередная новая информация, да, интересная, безусловно, резонирующая. Но без интенсива, вот без вот этого труда, который Яна вкладывает в человека на интенсиве, изменений не произойдут. Даже когда мы один раз с ней созванивались, и она мне обрисовывала ситуацию, как посмотреть на себя со стороны, учитывая ее вклад, она меня потом спросила, вот вы, говорит, сейчас почувствовали? Я говорю, да, я почувствовала. А она сказала, говорит, вот как вы думаете, в какой книге я могу это описать? И вот действительно у меня аж запинение какое-то пришло, что вот столько я вот прочитала книг до этого, и что бы я ни делала, я не могла это вот принять. И то есть вот, ну, буквально хватало там, не знаю, на день, да, я вроде бы помню, но потом куда-то все улетучивается. И вот благодаря тому, что человек позволяет тебе самому прочувствовать все изменения, которые в тебе должны произойти, вот, чтобы выстроить это наблюдение, вот Яна именно смогла это своей вот, во-первых, огромным трудолюбием, огромной отдачей себя лично человеку, вот, поэтому, ну, не знаю, как ей выразить огромную благодарность, просто мне нет таких слов. Я ей уже говорила, что она единственная, она просветленная в этом мире сейчас, и что какое счастье, что я ее встретила, потому что действительно я таких людей никогда не встречала. Вот, и вот этот ее труд, он и позволяет человеку собой почувствовать изменения. Это, как называется, как научиться водить машину, да, если ты водил когда-то, ты уже не забудешься. Поэтому, если ты это принял и попробовал, то, наверное, это уже не забудется никогда, потому что оно прочувствовано собой. Поэтому ни в какой книге это не прочитаешь. Без Яна пройти этого невозможно абсолютно, потому что это действительно водительство, и самому себе водителем, ну, трудно быть, ну, или даже, наверное, сказал бы, невозможно, потому что действительно личность тебя оккупирует, личность тебя уводит, ведет, вот, прям, не знаю, в другую сторону. Поэтому, когда вот тебя ведет такой опытный проводник, как Яна, то водительство становится настоящим водительством. То есть человек может научиться водить машину сам, но профессионалом он станет только, наверное, когда с ним рядом инструктор. Ну, вот, поэтому вот мне повезло, что Яна оказалась вот таким замечательным инструктором, таким водителем. И Яна-то как раз ее задача, чтобы человек сам почувствовал и сам потом себе по жизни стал водителем. Вот это Яна и позволяет открывать в своем интенсиве. Вот, когда проходишь интенсив с Яной, волшебство вскрывается внутри. И действительно, вот все, что читала, оно снаружи-то его и нет. И волшебные фразы заключаются в том, что когда ты найдешь внутри себя волшебство, ты нигде снаружи больше его искать не будешь. Ни в каких соцсетях, ни в каких книгах, ни в каком телевидении, нигде. Потому что эта подсказка, это вот водительство внутреннее, оно формируется постепенно, безусловно, но именно формируется. То есть это не по щелчку происходит. То есть вот волшебной палочкой здесь не махнешь. Просто нужно про качественное руководство, которым является Яна Корнилова, проводник. И когда это качество работы сделано, то ученик сам позволяет себе открыть вот это волшебство, которое есть вообще в каждом человеке. Во-первых, конечно, меняется взаимоотношение с самим собой. Вот чему и учит Яна. Что как раз замыливается и ничего не вскрывается. Когда ты больше начинаешь взаимодействовать с собой, то вскрываются внутренние составляющие, которые дремают, наверное, были в каком-то таком состоянии спячности. И вот когда ты сам начинаешь меняться, то, естественно, начинает в ответ меняться и свое взаимодействие с другими людьми. И, наверное, вот ты самим собой что-то начинаешь что-то другое излучать, и поэтому люди тоже тебя начинают воспринимать как-то по-другому. Потому что ты сам становишься, наверное, где-то больше самодостаточным, может быть, где-то уверенным, понимающим себя. И тогда вот это резонирует у других людей. Я, который человек, который уже заканчивает этот интенсив, могу сказать, что идти, конечно, безусловно, стоит. Потому что, во-первых, это изменит самого себя. Во-вторых, это даст колоссальный опыт общения с человеком, который все прошел сам, который все прочувствовал и тебя учит этому же. То есть пониманию себя, выстраиванию себя, моделированию различных ситуаций в твоей жизни. И вот учит именно взаимодействовать тебя с самим собой. Поэтому если говорить о том, что на интенсив идти надо, то здесь определён – надо. Яна для меня, конечно, проводник. Она действительно все это прошла сама, и это очень ощущается. Волшебный ключ заключается в том, что Яна помогла мне. Ну, вернее, даже помогает. Я думаю, что это общение не закончится, потому что всё-таки я буду также слушать ваши подкасты, и, безусловно, слышать её голос, потому что он такой родной. Поэтому Яна помогла найти тот ключик в себе, который должен найти каждый. Что не делают, в принципе, наверное, никакие другие учителя, просветлённые, наверное, люди. Они, наверное, больше рассказывают о том, что их больше волнует. А Яна как раз говорит о том, что вот благодаря общению, взаимодействию с человеком, она чувствует каждого человека. И вот это очень близко, вот это очень дорого, потому что она открывает тебе себя. Вот что важно. Яна, конечно, безусловно, является просветлённым человеком. И вот сколько мы с ней общались, её звонки, они как раз говорят, я даже её несколько раз говорила, что, Яна, как вы могли до всего этого дойти сами? Какой же надо умницей быть, чтобы вот это всё постичь? Какой же надо быть чуткой, безусловно, чувственной к себе же? И вот найти ответы на такие вопросы, и ещё и помогать другим людям открывать это в себе. Поэтому Ян, конечно, безусловно, просветлённый человек. Что касается других людей, то сейчас действительно большое количество людей, которые позиционируют только себя. То есть такая лучи славы, наверное, многих пригребают. И при этом другим дать, в принципе, никто ничего и не особо желает. А вот у Яны эта способность огромная. Она действительно хочет подарить другим, мало того, что их самих, она ещё и растрачивает при этом себя. Что редко встречается в наши дни. Яне, я желаю только, ну, конечно, всего самого наилучшего. Оставаться таким же замечательным человеком и только благодарных-благодарных учеников. Потому что оценить её труд, это надо ещё, ну, смочь, как говорится. Потому что она действительно огромная, вкладывает силы, душевную свою теплоту, душевные свои какие-то переживания, волнения за других. И это очень дорого. Поэтому только-только ей всему самого наилучшего, обычного земного человеческого счастья, которого пока никто не отменял. Безусловно, продолжение того, чем она занимается. И чтобы как можно больше к ней пришло людей, которые смогли бы её оценить. Потому что она правда замечательная.